Сегодня в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве торжественно откроется международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». На этом престижно-профессиональном форме будет представлен архитектурный проект Магаданского парка «Дюкча», уже реализуемого на территории зоны отдыха «Горняк» в столице Колымы. Дизайн проект парка этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» в свое время был представлен мэрией Магадана для направления на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Автор проекта – главный архитектор муниципального техконтроля Людмила Терещенко. Разработчик успешно реализован на мэрии Магадана в 2019 году проекта парка «Маяк». Специалисты городского учреждения техконтроль своевременно подготовили проектно-сметную документацию, согласно которой сметная стоимость объекта составляет более 200 миллионов рублей. Участок, где полным ходом идет строительство парка «Дюкча», находится в северо-восточной части города, на левом берегу устья реки Дугча, за мостом, на побережье бухты Гертнера. Данное место является одной из популярных точек притяжения магаданцев. Одно из принципиальных решений проекта – объединение пространства парка с природной средой. По всей площади запроектирована сеть пешеходных дорожек, маршруты которых предполагают возможность выхода на лесные тропы и площадки для отдыха у реки. Зона променад заканчивается акцентной точкой – радиальной площадью с расположенными на ней сценой в этническом стиле, деревянной трибуной и местами для отдыха. Общая площадь благоустройства составляет более трех гектар. Магаданская экспозиция на фестивале в Москве собрана с учетом самых современных презентационных технологий. Посетители и члены жюри Международного архитектурного фестиваля смогут получить исчерпывающую информацию о новом передовом общественном пространстве города Магадана. Постановление мэрии города Магадана номер 2898 о начале отопительного сезона 21-22 годов в муниципальном образовании города Магадан было подписано 31 августа. Согласно нормативно-правовым документам, начало отопительного сезона устанавливается не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов. На основании мониторинга, проводившегося департаментом ЖКХ мэрии Магадана, указанный выше период наступил 13 сентября. Как прошел запуск системы теплоснабжения в столице Колымы, вечернему Магадану рассказал руководитель департамента ЖКХ мэрии областного центра Анатолий Худинин. Действительно, подключение объектов к источникам теплоснабжения – это довольно-таки сложный технологический процесс, проходит он не так быстро, как всем хотелось бы. Это заполнение в первую очередь системы теплоснабжения, это установление гидравлического режима, ну и набор температуры. Это связано, конечно, с наружной температурой воздуха. Проблемы при запуске существуют всегда. В последнее время это связано с большим переустройством, которое производится собственниками помещений в многоквартирных домах. Это установка запорной арматуры на стояках отопления, что в свою очередь приводит к тому, что отсутствует доступ. И запуск отопления по отдельным жилым помещениям происходит довольно длительное время. Управляющие компании тратят время на розыск тех жителей, которые имеют жилые помещения в домах, но не проживают там. Сейчас, подытожил Анатолий Худинин, все многоквартирные дома подключены. И это было сделано довольно оперативно. Имевшиеся отдельные проблемные случаи отрабатывались индивидуально. Как правило, они связаны с развоздушиванием системы, отсутствием доступа и другие. За время работы горячей линии с 13 по 30 сентября поступило 506 обращений. Все они взяты на контроль. Сейчас остался только 31 адрес на контроле. Это не означает, что там вообще нет отопления. Часто это связано с отсутствием обратной связи. Департамент ЖКХ снимает с контроля адрес только после подтверждения заявителем, что проблема устранена. В последний день сентября в музее имени Вадима Козина состоялся благотворительный бал с надеждой, верой и любовью. В этом году он проходит в десятый раз. Как всегда, гостей радушно встречала организатор праздника, директор музейного комплекса города Магадана Вера Смирнова. Музейный комплекс города Магадана, которым руководит Вера Ильинишна, занимает важное место в культурной и общественной жизни областного центра. В него входят несколько структурных подразделений, деятельность которых направлена на предоставление горожанам и гостям Колымской столицы доступа к историческо-культурному наследию нашего края. Почти 15 лет она возглавляет данное учреждение. Ее активность и трудолюбие отметил на мероприятии заместитель мэра города Магадана Юрий Козетов. На самом деле, я не устояю повторять всегда, что Вера Ильинишна, она тоже достаточно уникальный человек. Уникальный тоже, именно как и в музее Козинах. Человек, который, когда мы говорим о спонсорах и так далее, но она тоже своеобразный спонсор, потому что всю свою личную жизнь и все свое свободное время она также тратит на свою работу. И больше того, ей, наверное, в жизни очень везет, потому что она занимается всегда только любимым делом, а самое главное, ее окружают очень хорошие, отзывчивые и добрые люди. Гости, пришедшие в этот день в музей, смогли узнать о самом празднике веры, надежды и любви и матери их Софии, как к нему относили в семье Козиных и почему его так любил певец. Вера Ильинишна прочитала несколько строчек из его дневников, посвященных этому празднику. Саму атмосферу гармонии и радости создавали лирические песни Вадима Козина. Вчера социальные сети региона были взбудоражены любительским видео, снятым в Тинькинском городском округе. На нем проезжавшие дальнобойщики обнаружили мертвого лося, рога которого плотно запутались в проводах линии связи вдоль трассы. На видео хорошо видно, что провода серьезно провисли, что, возможно, и стало причиной гибели животного. Вечерний Магадан обратился за комментарием к руководителю газоходуправления Магаданской области и к природоохранному прокурору региона Станиславу Пруцкову. Вчера только информация стала нам известна из социальных сетей. Сегодня мы организовали поездку на место происшествия. Действительно, с разговора с дорожниками, которые находятся в недалеке от этого места, информация подтверждается, и с видео мы видим, что животное погибло. Сегодня инспектора госоходуправления прибудут на место, обследуют данное место, составят, заактируют, точные координаты определят. И мы тогда уже от этого будем смотреть, какой человеческий фактор на сегодняшний день повлиял на данную ситуацию. Это или организация, которая там проводила работы по проведению оптоволоконного кабеля интернета, или это старые провода, которые у нас на сегодняшний день на Колыме остались от старой телефонной линии. Все будет зависеть от той ситуации, с которой сейчас столкнутся наши инспектора. Какой ущерб нанесен животному миру Колымы и кто виновен в его возникновении, в настоящее время выясняет Магаданская природоохранная прокуратура. В Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуре в результате мониторинга средств массовой информации был установлен факт гибели лося в Тенькинском районе. Предположительно, животное запуталось в линиях оптоволоконной сети. Природоохранной прокуратурой совместно с Министерством природных ресурсов на сегодняшний день организована проверка, в результате которой будет рассчитан ущерб, причиненный животному миру, а также установлена степень ответственности виновных лиц, осуществляющих содержание данного линейного объекта. Редактор субтитров А.Семкин